ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сколько людей учатся на историческом факультете? 300 человек! Всего лишь 300! Об этом все говорят, что никто не знает истории. Но давайте посмотрим, как живут эти 300 историканцев. Поехали! Мы начинаем! Итак, с чего мы начнем? Начнем, наверное, с того, что на улице плюс 25. В этом здании очень холодно, я уже просто не могу. Но вообще, если серьезно, мы сейчас посмотрим, чем студенты исторического факультета занимаются во время своих лекций. Может быть, они пьют кофе, они учатся. Сейчас узнаем. Может быть... Или же... Виктор Иванович, почему вы идете на Денис Пака? Ну, допустим, я иду туда, потому что студенты базика идут только у меня. Но это такая еще и где. Почему вы идете на Денис Пака? Ну, с целью метою, чтобы мои студенты не отримали минус 5 баллов, и плюс, чтобы Петров меньше на лентах дивился разного рода видео. Хлопцы, не для забавы, по работе. Треба же где-то студентам плюсики зарабатывать. Народ, я иду на Денис Пака. С того, что четвертий курс мене уже припахал приймати участь у сцены. Но вам раджу я туда пойти, потому что там будет весело. Чему тебя научил исторический факультет? Исторический факультет меня научил, что можно до базика тыс, если ты не прав. Историк научил меня оценить науку. Ну и, понятное дело, кушать шаурму. Все факультеты, которые захоплю я в ладу в университете. И скоро весь первый корпус будет историчным факультетом. Ну, меня исторический факультет научил значки носить. Но вот мы и подобрались к источнику студенческого досуга. Это бубет. Итак, скажите, пожалуйста, насколько часто студенты исторического факультета во время занятий покупают у вас кофе? Во время занятий у нас кофе не покупают студенты. У нас есть на это перемены. Ну, конечно, приходится очень быстро отпускать перемены, потому что 10 дней перемены маловато немножко, конечно. Но я думаю, что все уходят довольны. Пусть, конечно, не так, как положено, может, надо было бы отпустить. С уливочкой, допустим. Вот, преподнести, спасибо, пожалуйста. Приходится очень быстро отпускать. Не всегда приходится, конечно, мне берите внимание каждому. Кофе пить и тебе предлагают? Кофе пить? Кофе пить. Мне просто некогда кофе пить. Во время перемены мне просто некогда кофе пить. Как часто ты выходишь пить кофе во время занятий? Блин, ну раза по три за каждую пару. Кофе будешь пить? Кофе будешь пить? Кофе идешь пить? Да, так вот они откуда все берутся-то, а? А я-то думал. Я так понял, что во время занятий я не только и делаю, что пьют кофе, базикают и едят шаурму. Так я не пойму. А почему же отсюда выпускаются такие хорошие специалисты? Что эти люди могут сказать об историческом факультете? Чему он их научил? Исторический факультет стал для меня настоящим домом, настоящей семьей. Он открывает мне в жизни все пути. Я люблю исторический факультет загарных людей и разумных выкладачей. Я люблю ИСТФАК. ИСТФАК – это круто. ИСТФАК, заряжающий позитивом. Исторический факультет научил меня любить историю моего города, моей страны и моих любимых людей и друзей. А вообще, на ИСТФАКе самые крутые студенты и самые крутые преподаватели. А знаете почему? Да потому что... Детка, это нет! 19 апреля в Дворце студентов ДНУ мы ждем именно тебя на дне исторического факультета. Приди и посмотри, как 300 человек разрывают зал. Я думаю, они туда вместятся. Ждем всех на дне ИСТФАКа. Приходите. Именно ты должен это увидеть. Это был ИСТФАК ТВ. Меня зовут Дима Гринченко. Пока!